Смена руководства сил специальных операций в ССУ сняли Лунева, назначили Галогана, человека с опытом службы почти 20 лет в СБУ, который пестовал в Центр спецоперации подразделения Альфа. Теперь он возглавляет ССУ. У него крымские корни, недвижимость в Крыму. О чем это может говорить? Смена руководства Я знаю, что американцы работают в тесном контакте с Украиной. Как украинская разведка, все украинские разведки, это филиал американский. Поэтому, я думаю, может быть, это связано с этими событиями. Принято намерение сторон, желание идти вперед, так и не просвеживаться в Украине. Смыслу нет? Или же по победам же изголодалась та сторона? Да, я абсолютно согласен. Дело в том, что уже прошел ровно год, как я встречался с знаменитой окопной правдой, где я встречался с ребятами, которые воевали на той стране. Я скажу так, что я до сих пор с ними общаюсь, и у нас хорошие, теплые отношения. Но есть украинцы, и это заметил, тенденцию. Ну, как вообще, я с той стороны начал общаться приблизительно с 16-го года, когда я уволился, открыл для себя интернет и понял, что там может комментировать каждый с любой точки мира. И тогда была более сдержанная риторика. Все равно общая масса, я вот заметил, общая масса комментаторов, они более или менее так вот старались общаться уважительно, старались говорить о том, что да, эта война была ошибкой, у нас разный взгляд, но можно было по-другому. То сейчас все радикализировалось. А вообще Украина радикализировалась. Мы видим, там отлавливают, значит, активистов партии Шария, каждый день их бьют. Мы видим, как постоянно происходят стычки, все это напоминает Германию 20-30-х годов, да, когда там вот эти уличные банды коммунистов и нацистов друг друга били. И, конечно же, они в себя верят, они поверили в себя, они верят в победы. То поколение, которое, скажем, почему поколение, потому что уже 7-й год идет, да, которое в 14-м повоевало, а тут вырос, человеку было в 14-м году 15 лет, сейчас ему там, скажем, 21, да, и он там хочет взять реванш, он воспитан в националистическом духе. 21, это уже 22, это выпускник военного училища, то есть это взрослые люди. Поэтому не исключаю, что, конечно же, какие-то реваншистские настроения есть, безусловно, вот у них. Но это все будет зависеть в целом от ситуации на Украине, способны ли они, ну, как бы, придут ли реваншисты в целом к власти, чтобы развязали полномасштабную войну.